Вы должны знать, чем я болею. Я болею очень серьезной болячкой. Но даже эту серьезную болячку я лечусь. Если я не буду лечить свою болячку, то в течение трех месяцев я туда. А я недавно посмотрел, и у меня недавно возникла другая проблема. То бишь я заболел хроническим бронхитом в 19 лет. В 19 лет я решил своего товарища в Миндяк свозить. Но в связи с тем, что мой товарищ ехал в машине, а я ехал на мотоцикле, я получил тот самый хронический бронхит. И этим хроническим бронхитом я болел постоянно, постоянно, постоянно. К слову о том, что за два года до этого мы с моим лучшим товарищем верили и поверили в Бога. Мы сами окрестились в церкви на Димитрово. То есть надо понимать, что я в Бога верю, и вы мне ничего не говорите, так оно и есть. И почему я сейчас все это дело расскажу? Я совмещаю все это дело, совмещаю эти вопросы. То бишь я раньше хроническим бронхитом болел 4 раза в год. Чуть позже, когда я перестал курить, я стал болеть 2 раза в год хроническим бронхитом. Прикольная вещь. Сейчас, благодаря тому, что я лечусь, я этим хроническим бронхитом так и не болею. Но вот внезапно оказалось. Что касаемо хронический бронхит, с чем он начинается? То есть у меня первоначально сопли затекают, и идет трехдневный ренит. Я даже дышать не могу, мне очень-очень больно, я хочу умереть. Да-да-да. Теперь все это дело перемножаю. Ну, 75 раз я им болел примерно на 3 дня. То бишь в течение большего количества времени, чем полгода, ты бы мог уйти на тот свет. Поверьте мне, проблема еще та. То есть я уже отношусь к смерти, как бы к чиновенному явлению, ничего такого не случится. То есть можно потерпеть в конце концов и потом уже поговорить с Богом нашим. Но не так давно, случилось буквально там 3 недели назад, я так же заболел. И я пришел к выводу, что давайте-ка я не буду никуда бегать, тусоваться, мне этого не хочется делать. Я хочу получить качественное обследование. Качественное обследование, качественное лечение. Да-да-да-да-да. Качественное обследование, качественное лечение. И я вызвал сельскошную помощь. Да, температура была. Меня отвезли в первую горбольницу на левый берег. Меня там попросили никуда не выходить. А я человек, который, если просит, то делаю. За 7 дней капельницы, антибиотики, все сделали легко и красиво. Представляете? И я вам сегодня серьезно говорю. Давайте все-таки будем помогать нашим врачам становиться еще круче. И давайте все-таки выключим вот это всякое говно под названием телевизионная ублюдистая реклама. Она вам ничего не лечит. Это называется продажа того говна, который они вам суевывают. Это вам не нужно, естественно. Вам это не нужно. И поэтому при любом заболевании первоначально вызываем скорую, а там уже смотрим. Если есть такая грамотная возможность, ребят, досрать вам на эту работу говеную. С этой вашей говенной вы ничего не получите. С этой вашей говенной работой, особенно на комбинате, вы еще сдохнете. Не дожив до своих 65 лет. Вот мне товарищ мой, брат мой ненаглядный снимает. У него хоть горячий стаж-то есть. Спокойненько отдыхайте и все. А уже потом, а уже потом с чистой совестью, отлично выглядевшими, вы начинаете свой нормальный бизнес или работу на кого-то. То есть я вам говорю, будьте грамотными. Если что-то случилось с вами, обращайтесь к врачам. Трастами так лучше делать.